Один злупый поступок, который люди делают, это то, что они ищут ошибки в Библии. И это видео-ответ на одно видео, которое стоит на ютубе, оно называется «Христиане. Посмотрите во имя Бога». Посмотрите это видео и узнаете, насколько это очень глупо, когда люди ищут ошибки в Библии и насколько они ошибаются. Потому что в Библии нет ошибок. Потому что Бог никогда не ошибался и не будет ошибаться. А Библия – это Его Слово. Евангелие и пророчество говорят, что Христос был в гробу три дня. А у меня, как не считаю, получается, что Христос был в гробу две ночи и один день. Трое суток – это 72 часа, но я их не насчитываю. «Нигде в Писании не сказано, что Христос пробыл в гробу 72 часа. И все-таки, как говорится в символе веры, Он воскрес в третий день по Писанию». Как это совместить? Очень просто. Как-то моя жена была в больнице. По моим подсчетам, я должен был уплатить за три дня ее пребывания в больнице, а в счете было указано четыре дня. Оказалось, что больницы в Америке считают сутки по древнееврейскому обычаю. С такого-то часа по такой-то час – сутки. А если несколько минут прошло сверх определенного часа, сразу же засчитываются вторые сутки. В больнице мне сказали, если бы вы взяли жену до 11 часов, вы бы платили только за трое суток, а так как вы взяли ее в 12, вам придется платить за четверо суток. Известно, что у евреев существовал и, кажется, теперь существует такой порядок. Сутками считается с захода солнца до очередного захода. Время до этого срока и после этого так же засчитывается, как сутки. Этим и объясняется то, что вы не можете насчитать 72 часа пребывания Христа во гробе, а тем не менее, Он воскрес в третий день по Писанию. Субтитры создавал DimaTorzok